Добрый вечер! Информационная программа недели в студии Георгий Плиев. Сегодня республика простилась с известным государственным деятелем Борисом Чочевым. Его не стало на этой неделе на 64-м году жизни. Легендарный уже при жизни политик посвятил свою жизнь государственной деятельности на самых разных важных постах. Делал все, что было в его силах для достижения поставленных задач. Сегодня республика простилась с Борисом Чочиевым проводить в последний путь выдающегося политического деятеля. Пришли президент Анатолий Бибилов, члены правительства и парламента, обычные граждане, коллеги и друзья Бориса Ильозовича. Слова скорби и соболезнования в письме прислал глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Также письма с соболезнованиями пришли из Турции и многих регионов Российской Федерации. Вспоминая своего бывшего коллегу, которого он считал своим другом, Мураджиоев сказал, что ему будет не хватать его советов и поддержки. Он назвал его непоколебимым защитником интересов нашей республики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поддержать семью и выразить слова соболезнования приехала делегация из Северной Осетии. Многие из них работали с Ильозовичем в военные годы по вопросам урегулирования конфликта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Борис Ильозович Чочиев один из самых известных югостинских политиков. Он был членом смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Возглавлял юго-осетинскую часть смешанной контрольной комиссии. Был министром по особым поручениям Республики Южная Осетия. В последние годы он перестал заниматься активной политической деятельностью. Борис Ильозович заболел в июле. После ухудшения состояния его доставили в больницу в Северной Осетии. Скончался в четверг 22 июля. Придется платить по счетам. Губэнергоресурс будет предупреждать абонентов с непогашенной задолженностью заранее, чтобы в указанный срок неплательщики смогли внести средства в счет погашения долга. В противном случае энергоресурс оставляет за собой право отключения электроэнергии задолжавшим абонентам. Подробности в репортаже. Губэнергоресурс напоминает абонентам своевременно производить оплату за электроэнергию и платить просроченные задолженности. И сообщает, что в отношении неплательщиков будут предприняты ядмер. В частности, работники ведомства заранее предупреждают абонентов, отправляют уведомления с информацией, до какого числа необходимо погасить долг. Если по истечению этого времени человек не заплатит, ему отключают электроэнергию. Без света могут остаться те, у кого долг свыше 3000 рублей. Абонентам долг, которых превышает 10 тысяч рублей, работники энергоресурсов ходят вместе с сотрудниками прокуратуры. По словам Алана Хугаева, бывают случаи, когда они идут на уступки. Например, если у человека есть большая задолженность, то эту сумму можно выплатить поэтапно, поделить ее на несколько месяцев. В таком случае электроэнергию не отключат. Вместе с работниками энергоресурсов в рейдовых мероприятиях участвуют и правоохранительные органы. Кроме частного сектора, Губэнергоресурс проверит муниципальные дома. Далее они планируют провести рейдовые мероприятия в районах республики. Давно пора. На данном этапе деятельности управления осуществляется разработка и совершенствование нормативной базы в области противодействия коррупции, направленная на минимизацию коррупционных действий в государственном управлении. И одной из главных задач на сегодняшний момент является помощь в проведении реализации единой государственной политики в государственных органах и в целом в области противодействия такой составляющей, как коррупционность. Управление также будет осуществлять анализ и проверку документов, достоверности сведений, представленных лицами, занимающих руководящие должности. Управление также будет осуществлять проверку и помаду достоверности сведений о доходах по имуществу и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, претендующими или занимающими должности государственной должности и должности гражданской службы. А также будет проводить отбор на занимание должности гражданской службы. С принятием закона о госслужбе представление таких сведений является необходимым условием для прохождения гражданской службы в целом. Одним из приоритетных направлений деятельности является также осуществление профилактики нарушений в госорганах Республики Южная Осетия. В местных органах госвласти и для реализации такой задачи будут разрабатываться методические рекомендации для локального документа организации для соответствия с действующим законодательством по противодействию коррупции. Управление будет взаимодействовать с органами государственной власти, проводить и осуществлять мониторинг антикоррупционных составляющих и вообще коррупционных правонарушений, а также иных нарушений. А также будет проводить консультативную помощь для искоренения и устранения причин превышения должностных полномочий. Также управление будет рассматривать обращения граждан по факту коррупции. Будет активирована линия доверия, по которым можно будет обратиться, если со стороны госслужащих был факт коррупции. Соблюдение прав ребенка в действии. На этой неделе уполномоченная по правам ребенка Татьяна Схавребова вручила многодетной семье ключи от новой квартиры. Мать-одиночка с тремя детьми проживала в непригодных для жизни условиях, вследствие чего в семье возникли проблемы со здоровьем. Следует из обращения отдела по делам несовершеннолетних Цкинвальского района. Теперь одной, вероятно, самой главной проблемой меньше в еще одной семье. Конечно, это было очень сложно видеть, в каких условиях живет она и ее дети. Все условия, которые там были, они соответствовали для нормальной жизни человека. И в связи с этим были приняты меры. Я ходатайствовала в мэрию города к мэру Алану Григорьевичу о том, чтобы оказать содействие в помощи молодой матери. Он очень помог. Он выделил жилье жилищного фонда. И за это огромное спасибо. Я хочу отметить то, что жилье выдается только остро нуждающимся. И то есть я должна проверять, смотреть те, кто нуждаются. По уже сложившейся традиции, президент республики на этой неделе передал мобильные инвалидные коляски гражданам с ограниченными возможностями. Отметим, что процедура не нова. Помощь оказывается на средства благотворительного фонда, учрежденного главой государства. Всего для людей с ограниченными возможностями в этом месяце были закуплены 4 инвалидные коляски. Прогулочное кресло-коляска, медицинский аспиратор и ортопедический велосипед. Инвалидная коляска с электрическим приводом. Чаще всего Анатолий Григорьевич лично посещает этих людей и на месте изучает условия жизни. Иногда прямо там дает поучение. Потому что иногда нужно бывает где-то расширить дверной прояву, чтобы коляска могла выкатиться на улицу. Или иногда требуется какое-то дополнительное лечение. Такая помощь тоже всегда оказывается. Медицинское оборудование позволяет родителям малышей выводить их на свежий воздух. Каждый раз к этим закупкам подходит индивидуально. То есть учитывается рост, вес, возраст, того, для кого нужно закупить технику, для того, чтобы все возможности были использованы, для того, чтобы люди могли выходить на улицу и быть частью нашего общества. Вся необходимая медтехника приобретается на средства благотворительного фонда «Единство Алани», учредителем которого является Анатолий Бибилов. На имя Анатолия Ильича регулярно поступают заявления от граждан с ограниченными возможностями или от семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями. Все эти заявления изучаются и выделяются своими на потом средствами. Очень часто люди в своих заявлениях указывают, что узнали, что такая помощь оказывается именно из сообщений СМИ, из ваших телевизионных репортажей. И я думаю, что ваша работа очень полезна. Всего за время работы фонда было закуплено около 50 единиц различной техники для маломобильных граждан. О том, как медперсоналы и пациенты красной зоны переживают второй волну пандемии, рассказывает Оксана Джоева. У вторых, после Бога снова нелегкий период. Опасно для жизни. Заходить в красную зону без специальной экипировки нельзя. Чтобы понять, как в эти дни работают врачи, какая степень самоотдачи, самообладания и готовности прийти на помощь, надо хотя бы несколько часов побыть рядом. Сегодня мы поняли. Усталость, бессонные ночи, страх за жизнь, как за свою, так и за жизнь пациентов и тех, кто ждет дома. На сегодняшний день в красной зоне пациентов 91. Из них 32 человека на первом этаже, 33 на втором и 26 человек на третьем этаже. К сожалению, больные продолжают поступать. По словам врачей, спад обращаемости не наблюдается. Мы поняли, как тяжело и изнурительно находиться в защитных костюмах. И несмотря ни на что, весь медперсонал относится к нам, как к родным, говорят пациенты. В температуре ловы жегли, артешек порбун, сухой кашель, спеодышка ровет, да. На какой день вы обратились? На шестой день. Я дома шесть дней пролежала, и потом вызвала скорую, и привезли уже меня уже. В тяжелом состоянии. А, а сейчас как случилось? Сейчас уже лучше намного, конечно. Доктор-то нестарбузный кот, но и юдер, савайбун и юдер на хусалаве достоин, и он не кахал на славу, он нестарбузный доктор-то. Это очень трудно. Около бам. Ва шарам бомбират, его дороже. Взародостен, теньги взародостен. Взародостен. Сразу видпоедеген, сразу видпоедеген. Копельница, а варту и копельница, тама, все послитова, все нормально. Форостпун. Форостпун стем же я. Благодарны всем медицинским работникам, независимо от должности и звания. Нас подняли на ноги. Они делают непосильный труд. Дай Бог им здоровья, счастья им, добра, достатка. Дай Бог им здоровья, всего-все-всего им самого наилучшего. Мы желаем, чтобы побыстрее все это, ну, все приостановилось. Чтоб девочки опять могли выглядеть прекрасно в своих халатиках, в своих чепчиках. Чтобы радовались жизни, чтобы нас радовали. Мы очень благодарны. Дай Бог вам здоровья, низкий вам поклон. Спасибо. Вы здравниваете. Пациенты идут на улучшение, скажем так. А в каком состоянии они поступили? В тяжелом. В крайне тяжелом состоянии, можно так сказать. Ну, я довольна результатами нашего лечения, нашей терапии. Я думаю, что дай Бог, чтобы каждый из пациентов выходил вот так же, хоть и длительно, но благоприятно. Правильное питание чрезвычайно важно для здоровья, особенно в то время, когда резервы иммунной системы на исходе. А для борьбы с коронавирусом необходимы мясо, рыба, фрукты, побольше витаминов больных ставят на ноги не только лекарственными препаратами. В красной зоне нас сопровождала Лариса Ханикаева. Главный детский врач работает в зоне риска с октября прошлого года. Нелегко, но справляемся. За сутки сколько человек поступило? Ну, вчера поступило 9. 9 человек? Да. На сегодняшний день я пока сказать не могу. С первого моего дня здесь работаю. И приняли его в первый день пока. Я лично 6, потом 7, а было более 10 на той неделе поступлений ежедневно. Да. Ну, вчера было 9, сегодня посмотрим. Я пока не могу сказать, что идет спад. Нет, спада не держится, все на одном уровне. Сказать, что идет рост, это уже рост. Дальше уже, в принципе, некуда. Но снижение обращаемости пока не наблюдается. 12 часов в противочумном костюме, за окном 30-градусная жара. Это стало обыденностью и для наших медиков, оказавшихся на передовой. Обращаемость высокая, да? Конечно, высокая. Это помимо... Ну, это 14 было, ну да, ну и больше. Есть люди, которые обращаются, но они не госпитализируются. То есть, легкая степень тяжести получают от нас консультацию. Может, это не совсем верно, но когда есть более тяжелые пациенты, то они получают от нас консультацию и уже в условиях амбулаторного лечения не лечатся на камулах. Ну, конечно, если нет динамики в лучшем году, то они уже обращаются и мы их не госпитализируем. А вот вы говорили насчет того, что там женщина одна уже тяжелая. Сколько человек в таком тяжелом? Ну, смотрите, 26 человек на этаже, 13 человек на кислороде. Это говорит о тяжественном состоянии. Пациенты, которые дышат кислородом, они уже тяжелые. То есть, 50% можно сказать, что в тяжелом состоянии. Ну, конечно, идут на поправку. Слава Богу, динамика хорошая. Проблем с лекарственным обеспечением еще нет? Нет, проблем с медикаментозным обеспечением нет. Кислород, слава Богу, налажен. Никаких перебоев подачи кислорода нет. Ну, работаем как можем. Если возникают какие-то внутренние проблемы, то обсуждаем это в рабочем режиме. А, я еще хотела спросить насчет возраста заболевших. Пациентов? Да. Средние. Ну, до 30 лет и более, до 88. Да. То есть, по сравнению с прошлым разом? По молоделкам. Да, по молоделкам, можно так сказать. Уже второй год по несколько суток в красной зоне. Они прислушиваются к дыханию каждого пациента. Главное не упустить. Главное спасти. Они есть герои нашего времени. Национальный банк республики в этом году выпустят юбилейные монеты к 140-летию художника Махарбека Туганова и столетию композитора Дудара Хоханова. Отметим, что монеты будут изготовлены по эскизам современного художника Тамерлана Схавребова. Национальный банк Южной Осетии в 2021 году планирует выпустить юбилейные монеты. По двум из них уже разработаны эскизы, которые отправлены в Госнаг России. Над эскизами монет работал народный художник Тамерлан Схавребов. Выпуск монет Национальным банком начат был в 2013 году. Мы выпустили всего 23 монеты. Из них 4 золотые, 4 с выборочным золотшением. К монетам у нас прилагаются сертификаты соответствия. Монеты у нас размещены в Национальном музее и в музее Юго-Астинского государственного университета. В прошлом году, в 2020 году, мы разместили заказ на две монеты. Одна из монет будет выпущена к столетию со дня рождения великого осетинского и российского композитора дирижера Тудара Хаханова. А вторая монета будет посвящена 140-летию народного художника Махарбега Туганова. Также Нацбанк разместил заказ на две юбилейные монеты. Одна монета будет посвящена юбилею Юго-Астинского государственного университета. И вторая монета будет приурочена в следующем году к юбилею города. Монеты находятся в свободной продаже в Национальном банке Республики Южная Осетия. На этой неделе мы отметили День национальных средств массовой информации. Хроники осетинской журналистики со дня оснований по сей день в репортаже Оксаны Джиоевой. В Южной Осетии празднуют День национальных средств массовой информации. 23 июля 1906 года во Владикавказе вышла первая осетинская газета Иронгазет, заложившая основы осетинской журналистики. Спустя много лет новое периодическое издание с тем же названием стало выходить и в Южной Осетии, дав импульс появлению целого ряда независимых газет и обновленных государственных СМИ, включая телевидение, радио и информационные агентства. За небольшой период у нас выросло новое поколение журналистов, которые доказали и продолжают доказывать свой профессионализм, стойкость и преданность избранной профессии. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил журналистов с профессиональным праздником – Днем работника средств массовой информации. Во все времена представители средств массовой информации играли колоссальную роль в генерировании общественного мнения. Верность своему делу, стремление быть в гуще событий, достоверная и беспрестранная подача новостей – это те качества, которые вас делают голосом общества. Ваша работа была сопряжена с риском для жизни. В тяжелейших условиях информационной блокады и недостатка ресурсов. Несмотря на это, вы героически выстояли в этом неравном бою, представив мировому сообществу неоспоримые факты. Информационное противостояние продолжается и сегодня, однако попытки исказить правду о происходящих в республике и вокруг нее процессах обречены на провал в борьбе с объективностью, профессионализмом и чувством долга, качествами, которыми югостинские журналисты обладают в полной мере. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok